Приветствую вас и думаю, основная проблема заключается в том, что обществу, в котором мы сейчас находимся, нужны люди, которые общаются с другими людьми, которые зависят от других людей, которые планируют свою жизнь, исходя из взаимодействия с другими людьми. Просто потому, что так общество способно развиваться, так общество способно защищать себя. И когда вы говорите, что вы не нуждаетесь в людях, и вы общительны, коммуникабельны и так далее, то ваш личностный выбор в том, что вы не нуждаетесь в общении. И соответственно, если это ваш личностный выбор, ваш акт воли и изъявления, то ничего плохого, аномального в этом нет. Отдаление от общества у вас происходит ровно настолько, насколько вы этого сами хотите. И вы знаете, что при желании вы можете общаться больше с людьми, проводить с ними больше времени и прочее. Просто на данный момент вас интересует больше личностное развитие. К этому у вас есть стремление. В этом ваша потребность. Вот на это и нужно обращать внимание. Именно это сейчас самое для вас главное. Ваши личные желания. Потом придет время, может быть, и вы испытаете потребность в общении с людьми. Если такое произойдет, то, конечно, вы припримите для этого что-то. Конечно, может быть, поначалу вам будет не очень привычно, не очень удобно, комфортно. Но если таково будет ваше желание, то тогда все осуществим. То есть, понимаете, главное, чего вы хотите. То есть, вот то, чего вы хотите, то, что вы считаете для себя самым лучшим и является правильным. Другое дело, что спонтанность, непостоянство, оно, конечно, не есть хорошо для ведения серьезных дел. С другой стороны, если в серьезных делах вы теленаправлены, телеустремлены, а спонтанны лишь в общении с людьми, во встречах личного плана, то это опять-таки ваш вывод. Это опять-таки ваше право так себя вести. Да, вы не сможете таким образом установить каких-то тесных, постоянных, стабильных контактов с людьми. Забросите только потому, что вы этого не хотите. А если захотите, все это будет. Поэтому, понимаете, проблема заключается в том, когда человек чего-то хочет и не может этого получить. Ну, у него не получается. А когда человек хочет и делает то, что он хочет, проблемы нет. Другое дело, что нужно понимать, почему люди, окружающие, этого не понимают, не ценят, не воспринимают. Ну, потому что они считают, что такое поведение неправильное. Потому что этим вы выделяетесь из массы людей. А люди не любят, когда другие выделяются. Потому что им всегда кажется, что такой человек ставит себя вне, выше, отдельно. А это всегда воспринимается негативно. Почему мы все в одной массе, а вот он себя ставит в другую. Лучше ему лучше спрашивать такие люди. И это больно бьет по их самооценке. По гордости, по самомнению. И они всячески стараются такого же человека вернуть в свои репи. Просто, чтобы самим себе подтвердить, что их позиция правильная. Но правильная, несмотря с какой точки зрения. С точки зрения общества, может быть. Но общество не единственная формация. И не единственная мерил того, что правильное. И, наверное, единственная проблема, которая у вас есть. Это проблема в том, что вы более личностно развиты, чем другие. И вам действительно одиноко. Потому что тот, кто в своем личностном развитии оближает других, облияет окружающих, он одинок. По аналогиям с гениями. По аналогии с дворцами. Ну, в принципе, одно и то. И вот как вы будете с этим мириться, с этой вот разницей в развитии. Ну, это вот зависит от вас. Захотите ли вы еще больше обособляться? Или захотите ли вы, наоборот, как-то тянуть окружающих людей до вашего уровня? Не зависит от вас. И поскольку вы можете сделать личностный выбор, поскольку вы понимаете ответственность того, что вы делаете, думаю, и этот вопрос вы тоже сможете решить. И решите его так, как лучше для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!